Солидные люди пресса Очень интересно. Так, с компанией, допустим, собраться. Прикольно. А дома часто играете в настольные? Нет, времени нет. Вот эта игра вам понравилась конкретно? Да. Очень интересно. Узнаешь про свой город. Рекомендуете такую игру дома завести, как считаешь? Да. Я... Ну, я думаю, что выбор очевиден, да, надо брать такую игру. Чтобы сегодня дети и их родители с удовольствием проводили досуг, была проведена огромная работа. В течение пяти лет Юлия и Иннокентий Перловы, создатели игры, активно взаимодействовали с историками, с научными сотрудниками. Сегодня настолки поднимают взрослых и у детей, получают широкое распространение. Поэтому одно из направлений соленой линии настолки-наусолки, надеемся, получит свое развитие. Для этого будем прикладывать все возможные усилия и на перспективу думать, какие еще могут быть игры созданы. Игра создана в рамках реализации конкурса, проводимом при поддержке по Уралкалии наших депутатов Эдуарда Витясяна и Павла Кузьмина. Игра «Соленая линия» стала участником, а затем и победителем конкурса социальных проектов в сфере туризма «Путешествие по Соликамску». Инициирована депутатами ЗАГС Собрания Павлом Кузьминым, председателем первичной профсоюзной организации «Колейщик» и Эдуардом Витясяном, заместителем директора по взаимодействию с органами власти Уралкалия. Конкурс успешно реализуется уже второй год. Эдуард Альбертович сам оценил получившуюся игру-сувенир, сыграв с детьми. Самое главное в данной игре важно то, что принимают участие и дети, и взрослые. Очень увлекательно, всем рекомендую. Мы реализуем проект «Путешествие по Соликамску», в котором принимают участие безразличные жители нашего городского округа, с тем, чтобы открыть новые туристические маршруты, узнать еще больше и полюбить свой родной город, раскрыть маленькие секреты, попродить по маленьким закоулочкам. Краеведческую игру «Солена линия» по праву можно назвать настоящим учебным пособием по истории Соликамска. Ведь на большой красочной карте, по которой ведется игра, обозначены все артефакты прошлого Соликамской. Финансовую поддержку для воплощения проекта в реальную настольную игру оказала компания «Уралкалий». А таких игр в рамках конкурсного проекта выпущено 200 экземпляров. Сергей Стерхов, Михаил Морошкин, телекомпания «Соль-ТВ».